И для моих друзей, которые не говорят по-испански, повторяю всё на русском языке. Почему для меня практика Камино де Сантьяго каждый год является моей аскетической практикой? Во-первых, потому что ты лишаешься элементарного комфорта. Например, бывает, что вообще нет еды, особенно на вегетарианской. Её просто невозможно найти, а только помидорами сыт не будешь. Бывает, нет воды, и даже не у кого её попросить, потому что ты проходишь через какие-то хащи, чащи, поля, там просто нет людей. Бывает. Вот такая жара стоит, что просто сжигает тебя, и ты потеешь, потеешь, и это называется чистка огнём. Бывает, идёт затяжной дождь много дней подряд. Вот как у нас три дня подряд, и вот посмотрите, какая дорожка прекрасная. Вот три дня подряд шёл дождь, и это называется чистка водой, чистка медными трубами. Ну, наверное, это чистка популярностью в Инстаграме. Не знаю, будет ли она у меня, но такое есть. Потом. Это аскетическая практика, потому что ты несёшь свой рюкзак, и ты несёшь его сам, и мой муж только в экстремальных случаях помогает мне его нести, как сегодня. Потому что я просто уже не могла подняться в гору. И очень часто аскетизм проявляется в том, что ты должен приложить максимум усилий, чтобы подняться в гору, чтобы подняться на самый верх, чтобы потом опять опускаться вниз. И вот, когда ты поднялся семь раз за день в гору и опустился вниз, ты понимаешь, что ты фактически маленькая песчинка в этом мире. Малюсенькая такая, такая маленькая мушка, которая в глазах Бога является такой же важной, как и все остальные. Как и ёлочки, как и эта дорога, как и все люди на земле, как и все живые существа. И вот это понимание, оно самое важное на Камино-де-Сантьяго, потому что это так просто не понять. Это можно только пережить. И вот мы переживаем с моим мужем каждый год 300-400, бывает 500 километров пешком. И чувствуем себя частью Вселенной, просто такой песчиночкой, которая так же важна для Бога, для Вселенной, как и все остальное. Ну, Буэн Камино, друзья мои, Буэн Камино. И еще отдельной аскезой является дом паломника. И ночи, проведенные в домах паломника. Ты никогда не знаешь, куда ты придешь и что там тебя встретит. Поэтому очень часто это является аскезой. Если там нет запаха плесени, грибка, то там есть запах чужих носков. Или собак. А еще там бывают просто ужасные дамские комнаты, которые смешанные, не дамские. А бывают там просто нестабильные кровати, на которые нельзя залезть. И если ты пришел позже других, то тебе достается только верхняя полка. И еще в этих домах бывают блохи и левши. И они тебя могут укусить несколько раз за ночь. Я уже молчу о комарах, которые в Испании просто едят тебя ночью. Потому что нигде не стоят антимоскитные сетки в Испании. И вообще, когда ты пришел в дом паломника, Лиза хотела помыться в душе. Не обязательно, что тебе это сразу удастся. Потому что там очередь. И все хотят помыться. Но еще куча маленьких мелочей, которые могут тебя весело встретить в доме паломника. Но это уже такое. Что-то не очень важное.